доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые видео слушатели моего канала все очень просто на самом деле это гениальная фраза звучит в романе гелировского москва и москвичи у одного из персонажей этого замечательного романа все очень просто жизнь она на самом деле очень просто каким-то образом она формируется она формирует сама себя она формирует человека человек формирует в ответ свое отношение к этой жизни и признаться вам что это очень в общем то на самом деле просто и жизнь и человека недостаточно просты своем формирование жизни своих подходов точек зрений, соприкосновений человека с этой жизнью. На самом деле, все очень просто. Наш великий русский оружейник Михаил Тимофеевич Калашников говорил такую фразу замечательную. Он изобрел автомат Калашникова и в своем последнем интервью произнес такую фразу. Все нужное просто, все сложное не нужно. Я к чему все это говорю? У нас есть раздел номер 9, аудио-психокоррекция. И вы знаете, в этом разделе есть одна замечательная, одна из самых любимых моих аудиофабул. Кто следит за моим каналом, это знает. Вот есть такая фабула, она под номером 1.309. Звучит она следующим образом. Я сейчас ее зачитаю. Но должен сказать, что вот эта фабула, я ее сам очень часто слушаю. То есть, я ее создал. И, соответственно, мои коллеги мне в этом помогали. Эта аудиофабула очень здорово поддерживает какие-то сложные, непонятные периоды жизни человека. Когда есть какие-то сомнения, проблема выбора, проблема найти себя в той или иной ситуации. То есть, определиться, определиться и от чего-то оттолкнуться в этой жизни. То есть, от каких-то принципов вернуться к чему-то изначальному, основному, главному. И от этого оттолкнувшись продолжать жить, создавать себя. Не искать себя надо в этой жизни, а создавать себя надо в этой жизни. Это очень важный и очень нужный принцип понимания того, как человек живет. То есть, он не ищет себя, как любят выражаться многие люди, популярные артисты, там, я не знаю, актеры и так далее. Они говорят о том, что человек ищет себя. Недавно смотрел интервью с одним актером, известным очень. Вот я ищу, я иду по жизни и ищу себя. Это противоречит моим подходам. И вообще подходу здорового существования, принципа здорового существования человека в обществе, в жизни вообще в целом. Вот эта аудиофабула 1.309 очень хорошо это раскрывает, на мой взгляд. И сегодня я ее усилил серьезнейшим образом. Она стала еще совершенней, еще лучше работать на то. То есть, такие частоты подобраны, которые позволяют активизировать определенные участки головного мозга. Именно подход человека к этим проблемам, эти частоты не облегчают. Звучит эта аудиофабула следующим образом. Она настраивает на позитив и облегченное отношение к окружающему негативу. Резко снижает негатив. Формирует, настраивая на стремление не замечать негатив. Стремление понять и принять простоту жизни. Принять простоту и сложность себя в этой жизни. И тем самым обрести покой, успокоение. Прослушивание этой фабулы позволит облегчить свое существование, облегчить свое отношение к действительности. Это расслабляющая фабула. Вообще две дихотомии. У нас, в общем-то, фабулы все на этом зиждятся. Они базируются на двух основных состояниях. Первое – это состояние, базовое, основополагающее фабулу. Частоты, подобранные нами. Это спокойствие, успокоение, расслабление. И второе, самое базовое состояние противоположного полюса – это активация системы организма. Их активность. Соответственно, фабула 1.3.0.9, она как раз соответствует основной базовой фабуле, основному базовому подходу, спокойствия, успокоения и расслабления. Давайте к ней вернемся. Настраивает на позитив и облегченное, спокойное отношение к окружающему негативу. Резко снижает негатив. Формирует и настраивает на стремление не замечать негатив. Понять и принять простоту жизни. Негатив нарастает. С ним надо бороться. Не всегда человек с ним справляется. Прослушивание этой фабулы дает расслабление человеку. Расслабление и понимание того, что на самом деле все очень просто, все нужное просто, все сложное не нужно. Как говорил великий русский оружейник, гениальный конструктор. Простота и сложность этой жизни. Эта фабула, она позволяет снять то напряжение, которое происходит в жизни человека. Нивелировать его. Не решить эту проблему как таковую, а именно нивелировать остроту этой проблемы. Негативность восприятия человеком, устранить негативность восприятия человеком жизни. Тем самым формируя позитивное, не негативное, обратите внимание, слова не я использую. Я говорю о позитиве, о позитивном настрое, осознании себя как человека и жизни вокруг меня. Сложное, но понятное и простое. Усложнять не надо. То есть, да, бритва окома. Не преувеличивайте сущности. Расслабьтесь, живите спокойно. Не волнуйтесь, не тревожьтесь, не напрягайте себя. Жизнь проста и в то же время сложна. Равно как и вы, просты и в то же время сложны. Но вот расслабление, снижение напряжения и снятие негатива и настроя на позитив, это очень важно в нашей жизни. Вот на это направлена вот эта самая фабула 1.009. Сегодня я ее серьезнейшим образом улучшил, обновил, усилил. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.